итак из чего сделать изгородь изгородь для того чтобы разделить участок для того чтобы закрыть забор я имею ввиду хвойные растения которые можно использовать для изгороди и которые использую я более популярные и более неприхотливые именно для изгороди здравствуйте уважаемые друзья с вами Евгений Филимонов и вы находитесь на канале питомника хвойный дворик сегодня мы рассмотрим из чего же мы можем сделать изгородь изгородь для того чтобы разделить участок как у меня вот здесь разделен участок с той стороны тоже насажена ну первый материал который я довольно часто использую использую это туя восточная и можжевельники можжевельники растущие прямо в рост ну вверх то есть это можжевельник скальный blue arrow можно skyrocket для того чтобы они не росли высоко они обычно достигают тоже высоко я их обрезаю и вот свой рост и довольно таки все прекрасно получается но этому этой изгороди около 10 лет она стрелась примерно в июне в июне стрелась и довольно таки сейчас она наросла опять я буду стричь ее где-то примерно через неделю я понимаю сейчас время отпусков все на море а я тут докопался косу к вам со своей изгородью вопросы идут вопросы по изгородям из чего вы сделали то есть вы сделали это я так сажаю я по технологии между ними должно быть 70 сантиметров если вы посмотрите внизу примерно также они здесь здесь ровных 10 штук изгородь вышла около десяти метров это изгородь из можжевельника скального skyrocket постригается она два раза в год но один раз я постригаю обычно этого хватает ну если времени хватает то опять же постригаю второй раз в принципе у меня изгороди только из можжевельников вверх растут и из туи восточной ну из туи восточной мы сейчас рассмотрим а пока что я хотел бы рассмотреть изгородь из можжевельников то есть дорастили его до определенного роста до которого вам нужно вам нужно метр семьдесят пять метр семьдесят пять вам нужно больше двухметровый забор чтобы закрыть доращивать от двух метров но учтите что постригать вам все равно придется со стремянки и постригать их надо будет однозначно иначе они вас вымахают и потом будет не очень удобно вам все это делать и здесь будет рыхлое ну здесь и так сейчас рыхлое еще до конца они все не наросли я хочу чтобы она набилась полностью это потом уже ровненько пострижать да сейчас не пострижена потому что я постригал его в июне сейчас у нас почти август месяц и поэтому скорее всего я буду постригать где-то числа 15 его все выровняю все здесь пусть пока нарастает но верхушка как мы видим уже наросла очень хорошо можно делать изгороди из туи из туи но которая не так быстро растет как например коломна и брабанта они очень быстро растут и все пытаются сделать из брабанта почему-то я делаю из туи восточной это у меня нормально получается и хочу сказать сколько лет ей в тринадцатом году я посадил можжевельники примерно метровые ну если метровый скальный можжевельник это вы можете видеть что он такой палочка идет но он метр и он не обратно и вот с тринадцатого года почти десять лет вот они наросли обрезать я их начал три года назад и поэтому ну результат можете видеть нормальный я думаю через лет пять он будет вообще хорошо набитые очень очень такой плотный почему скальный скальный он очень неприхотливый после того как он прерывается практически полива он не требует даже иногда я замечал что если много его заливать то он начинает болеть и чахнуть поэтому этот можжевельник очень прекрасно себя показал и для изгороди он сам а то но здесь у меня идет разделение участка поэтому он поставлен как закрытие забора просто вот именно разделяет участок здесь грядки пустые если можно видеть ну мы же переехали на другой участок я хочу сказать для тех кто будет забирать самовывозом да раньше у нас адрес поменялся адрес вы можете увидеть на сайте на сайте увидите опять же по заказам мы уже начали прием предварительных заказов на осень я маленько отвлекусь я думаю это нужная информация по оплате люди которые заказали заказы сейчас желательно произвести оплату потому что уже три позиции уже три позиции я снял и 15 сентябрю когда начнем выкопку я планирую поднять цены те кто заказывает сейчас возьмет по низкой цене да по той цене по которая будет скорее всего цены будут подняты не на все но на некоторые позиции однозначно ну давайте вернемся к изгороди а мы изгороди у нас таки стуя восточная пойдемте посмотрим стуя восточная прекрасные экземпляры для того чтобы сделать изгородь вот это изгородь примерно около двух метров здесь ее всего два ствола если можно видеть вот вот раз ствол два ствол я где-то снимал видео по обрезке ее так что можете найти и здесь дальше это туя обыкновенная восточная поэтому берите смело сажать обыкновенную или же книжку вот это здесь стоят три книжки три книжки и метра три забора плотного вам гарантированно тоже я ее постриг в июне еще не постригал в августе буду постригать облагораживать опять же для тех кто там думает что какой-то материал получше я что-то говорю не так вы поймите что я это вам говорю как делаю я изгородь из туи восточной для меня самая подходящая изгородь которую вы можно придумать потому что она очень неприхотливая первый год да когда она приживается она очень хорошо это потом идет в рост и потом принципе за ней уход такой не сильно нужен дорастили опять до определенного возраста вам сколько нужно и постригаете почему мой выбор пал на ту и восточную ту и восточная книжка хоть простая она во-первых не такая разляпистая если вы ее подрежете например по подростковом возрасте то вы прекрасно можете потом ее формировать дальше и она набивается очень хорошо skyrocket да вот вот это разделение участка с этой стороны мы были с той стороны сейчас с этой туя колумна западная вся западная туя она да тоже поймите все растения которые вы только поставите на изгородь за ними нужно хорошо ухаживать год огораживать от собак огораживать от животных чтобы они не испортили вам их вот туя колоновидная колумна но это постриженная туя в одиночных посадках смотрится прекрасно это вот не постриженная у нас вот видите если ее сейчас убрать опять же пострижь намного быстрее растет можжевельника поэтому из нее делать как бы изгороди я не советую в одиночных посадках пожалуйста посадите обстригайте ее полностью через каждый метр и будет у вас ряд красивых деревьев если вы хотите большую видеть вот пожалуйста вот это вот туя восточная туя я извиняюсь туя западная колоновидная колумна которая которая растет растет довольно высоко я видел такие под 15 метров и я честно вот я посадил ее и ей уже 25 лет как и елке как и этим туйкам ну и обрезать я ее не думаю потому что пусть растет плохо что провода но очень прекрасное дерево зеленое просто превосходное ну желательно и садить в одиночных посадках вы можете видеть как они растут между ними расстояние 3 метра вот они в взрослом состоянии они такие высокие поэтому советую на изгороди тую восточную можжевельник скальный другие можжевельники простой виргинский видовой я из него делаю фигурки но из него тоже можно делать изгородь но он более колючий и чем скальный и туя поэтому когда обрезаешь можно за нос себе много очень набрать тут вот стоит у меня например стрельта это вообще невыносимо просто колючее дерево чтобы его как-то обрезать как-то что-то с ним сделать это там перчатки надо одевать все это но тут у меня есть город из кизильника но это лиственная она сбрасывает листву растение это и к тому же ну она долго держит до нового года держит ягодки красные красивые еще не пострижу когда я постригу его ну вот снизу я уже убрал там это на изгородь тоже пойдет опять же если вы хотите бордюр просто разделение участка какой-то сам шит подходит 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 прекрасно еле обыкновенная еле обыкновенная подходит потому что она одним цветом вы можете небольшую еле обыкновенную вот так вот сделать обыкновенный бордюр прекрасный ну естественно высокие изгороди из нее не получится так что по моему мнению опять же я никого не заставляю придерживаться именно моего мнения но туя восточная можжевельник скальный еще есть некоторые лиственные о которых пока мы не будем отвлекаться на них а так очень прекрасная вещь туя восточная можжевельник скальный это на изгороди самый лучший для опять же для меня растения вы уже сами решайте почему все гоняются за барабантом я я вам честно не скажу да он быстро растет охота быстрее иметь изгородь но вы поймите он чем быстрее растение растет тем чаще вам придется его стричь я честно не заметил как это все выросло оно настолько все плотно было я хотел чтобы они отдельно росли но сама по себе книжка очень красивая пришлось обрезать и сделать так не знаю в следующем году может я вот так вровень обрежу а вот эту вот так вот и заровняю очень хорошо и будет у нас если вы можете видеть вот с этой стороны со елки тоже можно посмотреть тут есть ну вот со стороны елки тоже можно видеть что здесь прекрасно все но это все обрежется взять аппарат только времени нету и сейчас жара стоит до 35 градусов я не сильно не хочу этим заниматься растет и прекрасно как бы туя восточная туя восточная на изгородь вот она насажена примерно 50 сантиметров друг от друга я не сейчас не скажу сколько ее тут я сажал ее полностью плотно вот она в рост забора к забору вплотную подходит стрижется она только здесь и сверху все дальше она с каждым годом все плотнее и плотнее довольно неприхотливая практически я ее уже не поливаю хотя поливать надо ну вот когда приживется до большом состоянии на изгородь я садить не рекомендую лучше посадить маленькая дорастить и тогда уже точно хорошая изгородь будет эсмарагда туя эсмарагда западная вы наверно все слышали довольно таки она популярная опять же ее сажать на изгородь тоже не рекомендуется потому что очень декоративная она в одиночных посадках лучше смотрится чем все остальные туи ну под эти изгороди например делают ну посадят эту изгородь под зеленой туи потом сажают например примерно вот до такого уровня желтую тую а внизу какой-нибудь можжевельник голубой и прекрасный вид получается и тогда вы я может быть до этого когда не пойду я вам сделаю обязательно покажу это все это будет прекрасно ну что еще хотел сказать на этом уважаемые друзья все тут какие растения я рассказал какие я использую которую я считаю более менее такие подходящие для изгороди из хвойных это вот туя туя и можжевельник скальный опять же хочу сказать про ель ель на бордюры самшит на бордюры ель колючая голубая из нее изгородь очень плохая получается в одиночных посадках она лучше смотрится потом дыни ну на этом уважаемые друзья все с вами был евгений филимонов и вы были на канале питомника хвойный дворик всем удачи всего доброго пока пока